Продление дачной амнистии, справедливая кадастровая оценка и льготное лицензирование водоносных скважин – широкий круг вопросов владельцы шестисоток обсуждали с экспертами из Министерства ведомств. Мы подводим по большому счёту итоги дачных конференций, которые прошли в наших городах и районах в апреле и мае месяце. Обсуждаем ряд вопросов. Главное из них – это вступление в силу нового дачного закона. Ушло в прошлое такое понятие, как дачное товарищество, вносившее путницу в толковании. Остались только садоводческие и огороднические. На одной территории теперь может находиться только одно юридическое лицо. Остальные, за которым не закреплена земля, должны быть упразднены. Отменилась, так сказать, дачная амнистия. И с 1 марта этого года установлен единый порядок и на дачных земельных участках, и на земельных участках леонидуального жилищного строительства. Но одновременно хотел бы порадовать всех собственников дачных земельных участков, что в Госдуму внесен законопроект о возврате дачной амнистии до 2022 года. Союз дачников Подмосковья – один из инициаторов законопроекта о продлении дачной амнистии. Еще не все дачники успели воспользоваться правом упрощенной регистрации. Основная проблема, с которой сталкиваются не только наши СНТ, но и ряд других – это так называемый земельный вопрос. Участки, предоставленные более полувека назад, до сих пор законным образом не оформлены. Когда власть идет ближе к народу, то это как раз то место, где можно наладить взаимоотношения. Я хотела услышать, что планируется правительство Московской области в работе СНТ, чтобы был адвокат, к которому можно было обратиться по тому или иному вопросу, чего нет ни в одном СНТ. Министерство имущественных отношений наращивает темпы постановки объектов недвижимости на налоговый учет. Четыре года назад регистрировалось по 70 тысяч объектов в год, сегодня по 180 тысяч. Все это – результат использования новой системы аэрофотосъемки. Мы имеем сейчас те цифры, которые вы видите, 90 тысяч объектов недвижимости без прав на земельных участках. И еще 300 тысяч на земельных участках, которые требуют еще также дополнительного оформления. Мы понимаем, делали калькуляцию, что это может дать нарастающим итогом 1,2 миллиарда доходной части бюджета. Пройдет еще пару лет и будет окончательно сформирована единая адресная база. Сегодня собранная в ней информация уже помогает полиции, медикам и пожарным безошибочно определять местонахождение затерявшихся в лесах СНТ. Весенний форум в дачниках в Подмосковье – это всегда событие для садоводов. На этот раз одна из тем – это обсуждение кадастровой стоимости объектов недвижимости. Совсем недавно это была сложная процедура, но теперь ее можно сделать, не выходя из дома, взяв в руки планшет. Таким образом, подать заявление на оспаривание кадастровой стоимости. Существующие нестыковки в кадастровой оценке Владислав Коган пообещал устранить. Внушительная команда специалистов из Министерства имущества консультировала садоводов, не выходя из стен культурного комплекса. Обсудили вопросы лицензирования водоносных скважин. До конца года это можно сделать со значительными льготами. Жить в СНТ с каждым годом становится все комфортнее. У нас на территории городского округа Щелково на сегодняшний день находится 438 садоводческих и огороднических товариществ. Хочу сказать, что за последние три года было на территории этих товариществ поставлено 80 электростанций. Почти 90% из них имеют хорошие подъездные дороги. На форуме подписали соглашение о сотрудничестве между Союзом дачников Подмосковья и Банком Возрождения. Документ предусматривает льготное обслуживание расчётных счетов товариществ. С этого года все членские взносы должны приниматься только в безналичной форме. Победителей нового областного конкурса на лучшую фотографию о дачной жизни торжественно наградили памятными призами. Диплом за второе место Никита Чаплин вручил председателю СНТ «Полянка» городского округа Щелково Татьяне Кшнякиной. Главную награду увезли садовода кооператива «Болтина» из Матищ. Михаил Налётов, Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково».